По соседству с душевнобольным жители общежития по улице Победы бьют тревогу. Агрессивный сосед нападает на жильцов. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Вечером 11 июня Тамара вместе с дочкой была дома, когда услышала шум в коридоре общежития. Спустя некоторое время в ее комнату вломился неадекватный сосед в состоянии алкогольного опьянения. Действие мужчины зафиксировала камера наружного наблюдения, которую люди установили в целях безопасности. Он бежит и с ноги начинает выбивать мне дверь, заскакивает и начинает бить меня. Мой ребенок это все видел, шестилетний, ну вот так вот происходило. Почему, я не знаю. И так с каждым, понимаете, он на каждого. То есть походит недельку там, другую, нормально вроде бы как, оба кинулся. То есть вот девочка стоит, на которую перед этим кидался, лежал в дурке. Ну то есть много ситуаций. История та же самая и перед этим все было. Точно так же в три часа ночи выбивались двери. Был вызов милиции. Ну как бы перепуал ребенка до сих пор. Мы на успокоительных сидим. К маме зашел, выбивал стерла. Он сказал, дай мне денег. А мама ему не дала, у нее не было. Потому что потом он пошел к моей маме, начал ногами выбивать доверие. Потом вышла баба Катя, в умывальник зашел, говорит, приведет наркоманов, зарежет всех, порубает машины, попалит. Жильцы пробовали говорить с матерью неадекватного соседа. Однако пожилая женщина сама жалуется. Сын ее тоже порой обижает. Он трогает всех жильцов. И трогает кого? Кто не может, значит, дать? Детей? Да он меня тоже трогает морально. Вы как мать, вы должны отвечать за своего ребенка. Вы его родили. Хрупкая пенсионерка защищает своего 26-летнего, не совсем здорового сына. Говорит, родовая травма послужила причиной болезни. Голова была продавлена, умственная отсталость. Ну, родовая травма. Несколько дней не приносили мне. Ну, а тогда он, ну, нервопотога наблюдался, что это неизлечимое. А сейчас вот повзрослело это и дебильность у него. Время от времени, когда мужчина напивается и начинает буянить, вызывают карету скорой и милицию. Александра увозят в психиатрическую больницу, а потом возвращают. Пациент находится в психиатрической больнице только в то время, которое необходимо для улучшения его состояния здоровья. Держать его там постоянно не могут. Потому отпускают домой, выдают лекарства, которые мужчина с успехом не принимает, рассказывает мать. Если бы принимал, возможно, был бы спокойнее. Последний раз не просто напугал соседку, но и нанес легкие телесные повреждения. От оператора 102 надошло поведение с пятой лекарни про то, что звернулись граждане, жители, которые живут по улице «Перемога» с телесными ушкоджениями. Были зафиксованы их телесные ушкоджения, которые пояснили, что они получили эти ушкоджения в конфликте с их соседом. За всеми указанными материалами на данный час требует проверка. Кроме проверки, правоохранители ничего сделать не могут. Мужчина не вменяем, потому судить его не могут. Выселить тоже не могут без решения суда. Так и живут, ежедневно опасаясь прихода пьяного неадеквата, говорят соседи. Милиция везде пишет отказ, они не видят состава преступления. Они просто приезжают, спихивают его на дурку и все, и этим все заканчивается. Сейчас Тамара Степанишина подала иск в суд на правоохранителей, чтобы те завели дело, а потом планируют требовать его принудительного выселения или постоянного лечения в психиатрической больнице.